Тетемес, Великобритания, Россия подпитывает наше помешательство на теориях заговора Дэвид Аронович Тетемес, Великобритания 14 ноября 2019 года Вы просто не поверите, что сделала ББЦ В воскресенье, 10 ноября, в день памяти погибших в Первую и Вторую мировые войны Британский премьер-министр, которого снимало телевидение И который выглядел так, будто его только что пропустили через автомойку Умудрился возложить свой венок вверх ногами Однако на следующее утро в видеорепортажа, показанном в программе Брекфаст Гораздо более опрятно одетый Борис Джонсон возложил венок к мемориалу Не допустив при этом никаких оплошностей Кто-то это заметил Что же произошло? Представители ББЦ объяснили инцидент человеческой ошибкой Рано утром в воскресенье был подготовлен видеоанонс церемонии возложения венков для утренних новостных программ В этот анонс был включен короткий видеоролик того, как Джонсон возлагал венок в 2016 году, когда он еще занимал пост министра иностранных дел И на этом видеоролике из архива ББЦ поставили дату 10 ноября Когда ранним утром в понедельник продюсеры программы Брекфаст готовили ее к эфиру, они ошиблись Решив, что это видео было снято накануне, то есть в воскресенье, и включили его в свой репортаж Возникший в результате вопрос о том, как могло получиться, что никто не обратил внимания на присутствие Тима Ферона Тим Фарон, это вопрос, в котором уже содержится ответ В понедельник и вторник стало ясно, что, по мнению достаточно большого числа сторонников Джереми Карбина, Ерема Чарбин, и некоторых других людей Такое объяснение выглядит не слишком правдоподобным Они заподозрили нечто гораздо более скверное и поделились своими подозрениями с окружающими Ошибка, так я и поверил, ответил один из пользователей Твиттера и редактору программы Брекфаст Джонсон выглядел неопрятно и положил свой венок вверх ногами Ваши консервативные заказчики как всегда искажают действительность Бывший помощник Джереми Карбина, имеющий большое количество подписчиков из числа левых, написал в Твиттере «Мне интересно, почему подобное постоянно происходит?» Влиятельная левая политическая организация Momentum retweeted в это сообщение, в результате чего его увидели 140 тысяч ее подписчиков В этом твите содержался откровенный намек на то, что ББЦ систематически, сознательно, а теперь еще и путем обмана искажают действительность в пользу консерваторов Некоторые читатели, вероятно, уже знают, что меня долгое время интересовали теории заговора, их патология воздействия Поэтому я спросил этого бывшего помощника Карбина, учитывая, что он не поверил объяснению ББЦ Может ли он предложить какую-то альтернативную правдоподобную гипотезу, объясняющую то, как опрятный Джонсон из 2016 года мог внезапно заменить собой растрепанного Джонсона из 2019 года Как я и ожидал, он попытался уклониться от ответа, но все же добавил Просто невероятно, как эти случайные ошибки всегда приносят пользу только одной партии и всегда вредят другой Как я уже сказал, мне интересно, почему так происходит В результате мы вместе с моим другом-продюсером ББЦ попытались разработать для бывшего помощника Карбина такую альтернативную теорию В основу этой теории легла в первую очередь предпосылка о том, что в руководстве сидят сторонники Тари, решительно настроенные оклеветать Карбина и обелить Джонсона Далее, рассмотрев реальные фотографии и карды, снятые в тот день у Кената Фа, мемориальный памятник в месте, который не содержит останков покойного, примечания редакторов Один из этих заговорщиков понимает, что эти кадры не делают чести их консервативному герою Как быть? Возможно, их можно заменить кадрами, снятыми во время прежних церемоний Заговорщик отправляет осторожные запросы в несколько отделов Ему находят кадры, сделанные в 2016 году Но как можно вставить эти кадры в репортаж? Сложная задача Если так случится, что режиссер монтажа и продюсер выпуска программы тоже окажутся участниками заговора, тогда никаких проблем Но продюсеров и видеомонтажеров десятки, и каковы шансы? Появившись поздно ночью в редакции, наш заговорщик каким-то образом убеждает продюсера прогуляться, после чего самостоятельно монтирует материал Дело сделано И та часть страны, которая смотрит эту программу, видит опрятного Джонсона Но черт возьми, кто-то все-таки замечает подмену И заговор начинает разваливаться Чушь Тем не менее, каждый раз, когда кто-то заговаривает о том, что эта ошибка была допущена сознательно, подразумевает именно это И все эти разговоры стали лишь очередным проявлением паранойи в отношении ББЦ, которой страдают сторонники Карбина Разумеется, речь идет не только о либористах Как и в случае с мнением футбольных болельщиков о судьях, активисты убеждены, что ББЦ всегда предвзято относится к их стороне и поддерживает противоположное Но обвинение в предвзятости – это одно, а обвинение в тайных махинациях – это совсем другое И такое перескакивание от одного к другому становится все более распространенным явлением даже среди тех людей, которых прежде я считал достаточно здравомыслящими Почему? Сейчас мы все немного сошли с ума, и сейчас мы переживаем муки кошмарных выборов, в которых все результаты будут плохими, а некоторые – по-настоящему катастрофическими Однако, с моей точки зрения, одной из причин происходящего является Россия Во вторник, 12 ноября, либористы объявили о том, что их компьютерные системы подверглись масштабной изощренной кибератаке Несколько влиятельных либористов сразу же выдвинули предположение касательно того, кто ее мог совершить Ну и ну, написал в Твиттере кандидат от либористов Клайв Льюис, Шливи Льюис Грязные уловки, направленные против либористов, стали гораздо изощреннее Тем не менее, это еще одна причина, по которой доклад о российской угрозе, публикацию которого заблокировали, необходимо обнародовать немедленно Как вы помните, этот доклад о вмешательстве России в британскую политику был подготовлен парламентским комитетом по разведке и безопасности Он получил одобрение разведывательных агентств и был направлен на Даунинг-стрит примерно месяц назад Но, несмотря на все протесты председателя комиссии Доминика Грива, Доминич Гриви, этот доклад опубликуют только после окончания выборов Никто не понимает, почему так происходит, но в минувшие выходные газеты Сунда Этимес сообщила в своей статье, что в этом докладе названы имена девяти российских бизнесменов, спонсировавших партия Тари В опубликованном в апреле докладе спецпрокурора Мюллера говорилось, что перед, во время и после президентских выборов 2016 года российские агенты создавали в США фейковые профили и фальшивые организации, чтобы навредить предвыборной кампании Хилари Клинтон Кроме того, хакеры российского правительства взломали компьютерные системы Демократической партии и передали украденную информацию сайту Wikileaks, который опубликовал компрометирующую информацию спустя всего час после появления информации о том, как Трамп хвастался своими домогательствами к женщинам Все это не выдумки, это установленный факт Нам хорошо известно о склонности Карбина оправдывать действия России, не в последнюю очередь на Украине Однако зачастую мало кто обращает внимание на то, с каким безразличием правое крыло в нашей стране и в Америке относятся к политическому вмешательству России Те самые люди, которые пять лет назад громко негодовали по поводу действий России, такие как Майкл Гоуф, Митча Эльгови, теперь сознательно задерживают публикацию доклада о том, что Путин задумал провернуть в Великобритании Неудивительно, что вера в теории заговора растет и многое начинает казаться возможным Разумеется, именно этого Кремль всегда и добивался Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ